МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости Курган.РУС Екатерина Антропова. В ближайшие полчаса команда нашего информагентства расскажет вам о главных событиях региона. Здравствуйте! 25 ДТП, 29 человек пострадали, двое погибли. Таковы итоги дорожной обстановки в регионе за прошедшую неделю. Одновременно с этим госавтоинспекторы пресекли более 22 тысяч правонарушений. Как всегда, не обошлось без вождения в пьяном виде. Что касается оперативной обстановки, по сообщению УМВД региона, за неделю в Зауралье зарегистрировано более 350 преступлений. Грабежи, кражи, мошенничество, угон автомобилей, приобретение и сбыт наркотиков. Около половины преступлений раскрыты по горячим следам. Помимо этого, более 23 тысяч зауральцев привлечены к ответственности за нарушение административного законодательства. Парковки больше нет. С 20 августа в Кургане на улице Ленина, захватывающей перекрестке от Коли Миготина до Советской, запрещена стоянка автомобилей. Постановление вынесла городская мэрия. Мало того, проверяют, как оно выполняется. Для работы привлекают госавтоинспекторов. Не заметил знак, мне только в магазин и обратно. Эти и другие причины называют курганские водители, паркуя свои автомобили на улице Ленина. А меж тем, этим летом парковка и стоянка здесь была запрещена. Цель – увеличить проходимость улицы. До этого здесь были вечные пробки. Чтобы этого не случалось, и впредь специалисты администрации Кургана и городского ГИБДД совершают рейды. Не только наказывают нарушителей, но и ищут оптимальное решение, как для участников дорожного движения, так и предпринимателей, чьи магазины расположены на улице Ленина. Результат, безусловно, есть, и он налицо. Я думаю, это заметили как водители, так и пешеходы. 20 августа у нас было постановление администрации о закрытии парковки по улице Ленина, от улицы Коли Миготина до улицы Советской. При этом у водителей есть возможность припарковаться в специальных карманах. На этом отрезке их пять, и расстояние от них до магазинов на улице Ленина невелико. После того, как мы поставили эти знаки, припаркованных автомобилей на проезжей части они резко уменьшились. На первые недели, двух, наверное, действий этих знаков, ГИБДД старалось даже и не штрафовать, не наказывать водителя, а вели разъяснительную работу. Административная ответственность, которая предусмотрена за нарушение требований правил дорожного движения в части нарушения остановки стоянки, там где-то запрещено дорожными знаками, остановка стоянка запрещена, предусмотрена статьей 4, статьей 12.16 Кодекса административных правонарушений. Санкция непосредственно влечет за собой административный штраф в размере 1500 рублей. В том числе, за данное нарушение в отношении владельцев транспортных средств, которые допускают остановку стоянку, там где-то запрещено, может применяться такая мера обеспечения в виде задержания транспортного средства и помещения в соответственно специализированном стоянке. По данным госавтоинспекторов, после установки запрещающих знаков было оштрафовано порядка 380 водителей. Павел Баев, Владислав Базлев, Андрей Бахарев, информационное агентство Курган.ру Одновременно с этим цена в курганских автобусах вновь подорожала. Как на это реагируют горожане, узнала наша съемочная группа. На двух городских маршрутах номер 75 и 316 проезд в общественном транспорте увеличился на 1 рубль. Чем мотивировано подорожание билетов мы попытались узнать у перевозчиков, которым принадлежат данные автобусы. Из-за того, что оба руководителя в настоящее время находятся в другом регионе, мы попросили прояснить ситуацию по телефону. Предприниматели объяснили это тем, что увеличились расходы на топливо, техническое обслуживание, а также на обновление парка. Как же реагирует на подорожание проезда горожане, мы узнали у людей, стоящих на остановке. Ну не знаю, я не езжу где 22, езжу на 24, так что ничего не могу, мы уже привыкли к этому. Мы редко ездим, поэтому нам все равно. Ну я студент, мне как бы не нравится это, что дорожает. Если он будет каждый раз дорожать, то люди уже будут ходить пешком. Ну бензин дорожает, все дорожает, а что от этого уйдешь? Ну это не от нас зависит. Плохо влияет на финансовое положение наше, но как бы с дорожанием бензина это как бы адекватная реакция. Как оказалось, многие относятся к росту цен с пониманием и адекватно воспринимают то, что с 29 октября стоимость проезда в автобусах следующим маршрутом номер 75 и 316 будет составлять 24 рубля. Оксана Шевцова, Дмитрий Тихонов, Александр Немков, информационное агентство «Курган.ру». Ветераны автотранспортной отрасли отметили свой профессиональный праздник. Торжественное собрание прошло в Большом зале областного правительства. В этот день всех гостей и участников торжественного мероприятия поздравил в свой заключительный рабочий день в качестве исполняющего обязанности заместителя губернатора, директора Департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Александр Константинов. Сегодня день не только автомобилистов, сегодня день инженеров и всех структур, так или иначе связан с разработкой и пользованием данных видов транспорта. Я выражаю огромную благодарность нашему с вами сообществу профессиональному за тот труд, который вы ежедневно вкладываете в это дело. За добросовестный труд и большой вклад в транспортное обслуживание населения при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа на территории региона сотрудникам и руководству автотранспортных предприятий, а также специалистам этой отрасли были вручены почетные грамоты правительства области. Благодарственные письма губернатора, Курганской областной думы, а также ведомственные и профессиональные награды. Ряд сотрудников транспортных ведомств и специалистов предприятий этой отрасли были удостоены высшей общественной награды транспортников области, памятной медалью за службу области. Павел Баев, Дмитрий Тихонов, Андрей Бахарев, информационное агентство Курганру. Тем временем курганские фронтовики советуют забрать у арендатора городской сад. По их мнению, он не справляется с обязанностями по его благоустройству. Что думают по этому поводу городские чиновники, узнаете далее. Региональный штаб Общероссийского народного фронта в Курганской области провел конференцию. На ней обсудили актуальные вопросы жизни зауральского общества. Одним из них стала судьба городского сада в Кургане. По мнению фронтовиков, он находится в плачевном состоянии. Это центр притяжения горожан. Это, наверное, сердце города, которое бы хотелось, чтобы оно было благоустроено, постоянно освещалось, могли дети играть, мамочки гулять, ну и время проводить молодежь. Так что вопросов очень много. Напомним, что городской сад возник еще в 1860 году. В 2004 он был отдан в аренду Обществу с ограниченной ответственностью Курган-парк. Срок аренды составляет 49 лет. Арендные платежи всего 6 тысяч рублей в месяц. Фронтовиков не устраивает то, что, получив огромную территорию в самом центре города буквально за гроши, арендатор ничего не делает для ее благоустройства. Городским садом мы занимаемся не первый год. И сегодня у нас будут присутствовать органы муниципальной власти, которые тоже, по моей информации, уже провели ряд мероприятий, чтобы городской сад отошел обратно в муниципальную собственность, а дальше уже реализовывать его, может быть, даже и в проекте комфортной городской среды. Однако, по словам чиновников, не все так просто. Между администрацией города и Курган-парком действует долгострочный договор аренды. Включать Горсад в программу «Комфортная городская среда» и выделять федеральные бюджетные средства на реконструкцию объекта, который сейчас находится в управлении частника, администрация не имеет права. Те территории, которые находятся в аренде, либо в собственности у кого-то, расходование средств бюджетных невозможно. Поэтому сначала нужно решить процедуры отношений с заключенными договорами, после этого уже переходить к вопросам рейтингового голосования и так далее. Теоретически, администрация города могла бы инициировать расторжение договора аренды с Курган-парком, чтобы потом включить Горсад в программу «Комфортная городская среда» и реконструировать его. Но первый заместитель сити-менеджера уклонился от прямого ответа на вопрос, будет ли администрация заниматься этим. Я на этот вопрос не буду пока отвечать, потому что он очень тонкий и будет решаться в правом поле. Добавим, что в следующем году состоится переизбрание депутатов городской думы. Поэтому наблюдатели не исключают, что ситуация с Горсадом нагнетается сознательно. Некоторые кандидаты могут попытаться набрать на этой теме дополнительные баллы перед избирателями. Поэтому судьба Горсада имеет не только хозяйственный и юридический, но и политический оттенок. Максим Ахахонин, Николай Волков, Дмитрий Тихонов, Александр Немков. Информационное агентство «Курган.ру». Одновременно с этим часть помещений здания, где расположена городская администрация, сменила владельца. Кому они достались, узнаете из следующего сюжета. У некоторых служебных помещений администрации города Кургана, которые расположены на Ацокольном первом, втором, третьем и четвертом этажах, появился новый собственник. Такое решение накануне приняла Курганская городская дума. В целях осуществления полномочий по решению вопросов местного самоправления предлагаем утвердить перечень недвижимого имущества, передаваемого из федеральной собственности в муниципальную собственность города Кургана. Данное имущество находится по адресу площадь Ленина, дом 1. Общая площадь предполагаемой передачи помещений составляет 5249 квадратных метров. Напомним, что здание было построено в 1952 году. В советскую эпоху в нем располагался обком КПСС, а в новейшее время администрация города Кургана. Помимо мэрии здесь находится Курганская городская дума, несколько департаментов областного правительства, региональное управление Росимущества, приемное президента, служба главного федерального инспектора, городские контрольно-счетная палата и избирательная комиссия. Само здание находится в федеральной собственности. Его помещение предоставлено учреждением в безвозмездное пользование. Сейчас те из них, которые занимают городские власти, переданы в муниципальную собственность. Возможно, после этого в здании наконец-то отремонтируют лифт. Уже пару лет чиновникам и депутатам приходится подниматься на верхние этажи по крутым лестницам. Тратить на ремонт федерального имущества средства городского бюджета нельзя. Это будет считаться их нецелевым использованием. Алексей Старцев, Николай Волков, Владислав Базалев, Андрей Бахарев. Информационное агентство Курганру. Меж тем, ответственные службы напоминают курганцам о готовности сделать запасы воды. Арбинка будет остановлена на несколько дней. 1 ноября в Кургане отключат водоснабжение. Произойдет это в 9 часов вечера. Причина очень проста. Оборудование, отвечающее за подачу холодной и горячей воды в дома, настолько устарело и износилось, что ему срочно необходим ремонт. Об этом на пресс-конференции, посвященной отключению воды, рассказали руководитель администрации города Андрей Потапов и исполняющий обязанности генерального директора акционерного общества «Водный союз» Владимир Овсянников. Новость может быть и не очень приятная, но тем не менее я бы не назвал ее совсем нерадостной, потому что проводятся на сетях серьезные ремонты, которые позволят избежать неприятностей в последующем. Вот будут у нас отключены арбинские сооружения, как раз для проведения работы. Те участки, на которых будут производиться работы, изношены на 100%. Оборудование очень давно не менялось. Общий износ системы на сегодняшний день составляет 76%. За несколько дней планируют сделать лишь небольшой отрезок сети. Это необходимая мера для того, чтобы нам поставить запорную арматуру, врезать тысячевый водопровод, который сейчас в настоящий момент сделан длиной 1300 метров, для того, чтобы избежать в последующем отключения всего города в случае аварии на магистралях, на тысячевых. То есть эти задвижки не менялись с момента сдачи трубопроводов этих. Во время отключения ко всем домам будет организована доставка воды. Горожане смогут в полной мере ощутить все прелести цивилизации лишь в 9 утра 4 ноября. Михаил Котельников, Дмитрий Тихонов, Александр Немков, информационное агентство Курганру. Беде словом не поможешь. Жители одного из курганских домов на собственном опыте узнали, как можно быстро решить свои коммунальные проблемы. Жители дома номер 15 по улице Гагарина ждали капитального ремонта более 50 лет. Еще полгода назад на него нельзя было взглянуть без слез. Сейчас ситуация изменилась. Его коренная жительница рассказала, что раньше здание выглядело как после бомбежки. Фундамент и стены практически были разрушены. Ремонт их дом не видел с самого его основания, а это с 1959 года. В 2017 году собрала собрание жильцов и выступила с предложением дозакончить капитальный ремонт нашего дома. Потому что в 2013 году нам капитально отремонтировали крышу, заменили все капитальную коммуникацию, канализацию и электропроводку. В прошлом году жители проблемного дома оперативно собрали все необходимые документы и в августе отнесли их в фонд капитального ремонта. Люди разделились на два лагеря. Одни верили в положительный исход, другие утверждали, что ситуация еще долго не изменится. Однако в начале января этого года всех ждал приятный сюрприз. Тендер по ремонту дома выиграл курганский подрядчик и сразу же приступил к работе. Дом был в очень плохом состоянии. Полностью сделали стены, окна, подъездные двери, цоколь, фундамент. Все работы были произведены в срок с хорошим качеством. Гагарина 15 – это единичный случай, но мы решили узнать, как дела по капитальному ремонту домов обстоят в регионе в целом. 706 домов уже в настоящий момент, с момента реализации региональной программы, в таких домах проводились работы по капитальному ремонту. В городе Кургане это 281 многоквартирный дом. Всего же на счете регионального оператора 3 110 домов. То есть в каждом пятом доме уже проводились ремонтные работы. Со слов Павла Смирнягина, в Кургане показатель чуть выше, чем по России в целом. Оксана Шевцова, Александр Киселев, Александр Немков, информационное агентство Курганру. Министерство культуры Российской Федерации поможет отремонтировать Далматовский Успенский монастырь. В рамках своего рабочего визита в Москву глава Заураля Вадим Шумко встретился с министром культуры России Владимиром Мединским. В ходе беседы руководители обсудили вопрос восстановления и реставрации памятника культуры федерального значения Успенского Далматовского мужского монастыря, построенного еще в 17 веке. На сегодняшний день часть храмового комплекса находится в плачевном состоянии. Многие архитектурные детали утрачены, продолжается разрушение фундаментов. Вадим Шумков отметил, что в первую очередь в реставрации нуждаются Успенский собор, стены и башни ансамбля. В свою очередь Владимир Мединский поддержал идею восстановления храма, также пообещал оказать помощь сельским домам культуры, библиотекам и таких знаковых для Кургана культурных объектов, как Театр Кукол Гулливер и Курганский государственный театр драмы. В Министерстве культуры России сообщили, что в ближайшее время Департамент инвестиций и имущества разработает проектно-сметную документацию, которая позволит оценить масштаб, стоимость и сроки проведения работ. Алексей Старцев, Тимур Нуцулханов, Александр Карпов, информационное агентство Курган.ру. На что тратите? Глава Зауралья Вадим Шумков проверит расходование бюджетных средств в районной больнице. Главе Курганской области Вадиму Шумкову продолжают поступать жалобы от зауральцев. Обращаются как во время рабочих визитов, а также через официальные страницы в социальных сетях. Порядка половины обращений поступает от жителей сел и деревень и касается качества услуг, предоставляемых пациентам в районах ЦРБ. Чаще всего они жалуются на нехватку лекарственных средств и инвентаря в больницах. Такое положение крайне обеспокоило Вадима Шумкова. Он отметил, что зауральцы должны получать качественные медицинские услуги вне зависимости, где они живут – в селе или в городе. Тем более, что из областного бюджета на это выделяются немаленькие деньги. Для того, чтобы разобраться с этой ситуацией, Вадим Шумков предложил территориальному отделу Фонда обязательного медицинского страхования провести совместные проверки всех центральных районных больниц. Одна из целей – посмотреть, на что расходуется финансирование. Максим Ахахонин, Тимур Натсулханов, Дмитрий Тихонов, Александр Карпов. Информационное агентство «Курган.ру». Шести врачам из Кургана и Шадринска помогут погасить ипотечный кредит. Из региональной казны на это им выделят 3 миллиона рублей. В Заурели продолжают оказывать материальную поддержку медицинским работникам. Данная мера действует в регионах в целях ликвидации дефицита квалифицированных кадров. Она была введена в прошлом году. За это время субсидию из областного бюджета получили уже 8 врачей. На эти цели было выделено почти 3 миллиона рублей. В этом году на погашение ипотечного кредита субсидию получают еще 6 зауральских врачей из Кургана и Шадринска. Размер каждой выплаты составляет 500 тысяч рублей. Об этом на заседании правительства сообщила исполняющая обязанности директора областного департамента здравоохранения Лариса Кокорина. Право на получение данной поддержки имеют медицинские работники не старше 35 лет с наличием высшего медицинского образования и являющиеся участниками программы развития ипотечного жилищного кредитования в Курганской области. С момента получения субсидии на погашение ипотечного кредита врачи должны будут отработать в регионе 7 лет. Максим Ахахонин, Тимур Натсулханов, Дмитрий Тихонов, Александр Карпов, информационное агентство Курган.ру. Регистрация на конкурс «Лидеры России» завершена. Заявки на участие в уникальном проекте подали более 200 тысяч зауральцев. Сделать себе карьеру и получить миллионы грант на учебу. Такие возможности имеют участники Всероссийского конкурса «Лидеры России». С недавнего времени он стал уже международным. Побороться за победу могут и иностранцы с хорошим знанием русского языка. Цель – поиск и поддержка талантливых управленцев. Обмен ценнейшим опытом с экспертами, а главное – возможность реализовать свои амбициозные цели на благо страны. В этом году на участие в конкурсе заявились более 227 тысяч человек, среди них более 700 от Курганской области. В количестве заявок нет ничего удивительного, ведь одно из преимуществ «Лидеров России» – его доступность. И не важно, кто в какой сфере работает, будь это бизнес, госслужба, медицина, образование или промышленность. Заявить о себе может каждый. Я считаю, что для жителей Кургана, для активных, амбициозных ребят – это уникальная возможность проявить себя и добиться чего-то нового, даже не в предприятии, где они работают, а вообще в жизни. Сергей Доронин уверен, что конкурс «Лидеры России» интересен как для старшего поколения, так и для молодежи. Ведь уникальность проекта в том, что он открывает дверь в амбициозное будущее для каждого. Я думаю, здесь равные возможности и для взрослого поколения, и для молодежи. Если для взрослого поколения – это возможность изучить как раз новые современные тенденции в управлении, новые знания. А для молодежи – это как раз возможность проявить себя, не имея большого опыта, но имея желание и высокую работоспособность. Напомним, первый этап «Лидеров России» стартует уже в ноябре. Это будет дистанционное онлайн-тестирование всех участников. Далее, с января по февраль, региональные полуфиналы. И финал состоится в марте 2019 года. В нем соберутся 300 самых перспективных управленцев. Алексей Старцев, Тимур Нуцулханов, Александр Киселев, Александр Немков. Информационное агентство Курганру. Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». Это девиз комсомола грандиозной организации, которая охватывала всю советскую молодежь. На днях в Кургане состоялось торжественное собрание, посвященное 100-летию Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Они когда-то были одними из самых инициативных и активных молодых людей за Уралье. В Курганском государственном театре драмы прошло торжественное мероприятие, на котором собрались ветераны-комсомольцы. Вспоминали годы, когда свершались подвиги, ставились и достигались амбициозной задачи, в выполнении которых никто не сомневался. Это организация, на которую надо равняться, потому что она объединяла в своих рядах практически всю молодежь Советского Союза. К сожалению, сегодня нет этой организации, но остались те исторические даты, остались те люди, которые были в этой организации и активными сторонниками, и активными участниками. На самом деле, тот дух, комсомольский дух, который остался сегодня в тех людях, которые убелены сегодня сединами, я думаю, что этот дух надо использовать, потому что тот энтузиазм, та энергия, которая есть в наших старших товарищах, она дает нам право на жизнь, она дает нам уверенность в будущем. Для участников торжественного собрания был организован праздничный концерт. С приветственными словами выступил и председатель областной думы Дмитрий Фролов. На мой взгляд, вот этот зал сегодняшний переживает, наверное, такое самое кульминационное событие. Градус, ну, сопредельный, энергии, целеустремленности такой, прямо вот со входа в этот зал, я его искренне ощутил на себе. И понимаю, что для каждого из здесь присутствующих комсомол является, наверное, самыми светлыми и яркими воспоминаниями. Руководители комсомольских организаций, которые внесли значительный вклад в становление и развитие своей страны и региона, получили почетные знаки «Комсомольская слава». Благодарности Международного оргкомитета «Комсомолу-100», благодарности губернатора региона Курганской областной думы и другие награды. Павел Баев, Владислав Базлев, Андрей Бахарев, информационное агентство Курганру. Мы за мирный атом. В Зауралье стартовал одноименный конкурс детского рисунка. Проводится ежегодно, и все зауральские школьники до 18 лет, в том числе занимающиеся в художественных кружках, должны представить свое видение на тему экологии, мирного атома, предотвращения ядерной войны и техногенных катастроф. Заявки нужно успеть подать до 1 ноября. Сделать это можно как в областном департаменте природных ресурсов, так и в детско-юношеском центре. Лучшие рисунки разместят на сайте ведомств и акционерного общества «Далур». Твикс танцует лучше всех. И это доказал курганский хип-хоп-дуэт. Стали чемпионами мира. Воспитанники Центра уличного танца «Бронкс» продолжают радовать своими победами. На этот раз подопечным Анастасии Наумовой покорилась новая высота. Курганские танцоры завоевали золото чемпионата мира «Хип-хоп Юнайт-2018». Турнир проходил в городе Лейден в Нидерландах. В категории дуэты в возрасте от 7 до 13 лет не было равных Марине Шлепановой и Дарьи Фоминой. Совсем юные девочки показали всему миру, кто танцует лучше всех. Соревновались с 13 странами. Из нашей школы танца нас представляли команда «Дизи Крю» и дуэт «Твикс». Команды выступили на достойнейшем уровне. Девочки показали себя потрясающе. Дуэт «Твикс» – абсолютные победители. Соревновались с 42 дуэтами, абсолютно сильнейшими. Каждый из дуэтов был яркий, достойный. От этого конкуренция становилась еще интереснее. На уровне выступила и команда «Дизи Крю». В своей категории на мировом первенстве они заняли четвертое место. И, по словам тренера команды, это очень важный результат для ребят. Как тренер я могу сказать, что я абсолютно довольна таким результатом. Естественно, всегда хочется больше. И мы приступим к этому уже сегодня. Начнем готовить новую программу и надеемся на 2019 год, который нас с четвертого места может пропустить еще выше. Дуэт «Твикс» уже успели отличиться в этом году. В мае девочки завоевали золото на чемпионате Европы. А уже спустя пять месяцев им покорился и мир. Мы перестали незабываемые ощущения на всю жизнь, когда стоим. Да, это было тяжело. Мы сделали все по максимуму. Мы хотим выиграть все, что есть. Да. Все, что возможно. А покорить новые вершины предстоит уже через месяц на Кубке России. Времени на отдых нет. Тренироваться начали уже по прилету с чемпионата мира. Уверены, мечты сбываются лишь для тех, кто прилагает огромные усилия и переступает через усталость. Алексей Старцев, Тимур Нуцулханов, Владислав Базалев, Александр Карпов. Информационное агентство Курганру. На этом все. Еще больше новостей читайте на нашем сайте и официальных страницах в социальных сетях. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. Тысячами дорог Третьего ноября филармония Жака Большой праздничный концерт Тысяча дорог Вселенная возможностей для вашей информации Интернет-магазин Столплит представляет Мебель по традиционно низким ценам Царские матрасы по доступной цене Столплит в наличии и под заказ Вы можете сделать так Или даже так Но мы хотим, чтобы вы читали «Зауральский курьер» Новая рубрика «Книга жалоб и предложений» Нам важно, что вы думаете Все подробности читайте в номере еженедельника Внимание, внимание! Конкурс «Киномания» Каждую среду ищите в журнале «Теле-7» Отвечайте на простые вопросы Выигрывайте билеты в кино От кинотеатра «Россия» Поздравляем сайт «Курган.ру» С рекордными показателями 44 919 уникальных посетителей 56 965 посещений за сутки Достоверно, мобильно, ярко Присоединяйтесь! Водитель, помни! Официальный техосмотр Безопасность вашей семьи на дороге Очищенный от накипи нагревательный элемент Вашего газового котла Залог стабильной работы системы отопления Горгазсервис Когда работают профессионалы Хотите чувствовать себя уверенно За рулем в любое время суток? Солнцезащитный козырек для дня и ночи Клервью Обеспечит комфорт и безопасность движения Независимо от погодных и дорожных условий Имеет две панели Одна защищает от слепящего солнца днем Другая блокирует свет фар ночью Изготовлен из качественного и крепкого оргстекла Удобно складывается и монтируется Подходит к любому типу автомобиля Всего за 799 рублей Заказ по телефону 55 48 55 Первая киберарена Кургана Открывает для вас свои двери 10 мощнейших игровых станций Крутая клубная атмосфера Регулярные турниры и ивенты Е-клаб Твой прямой рейс в киберспорт Приходи Мы ждем именно тебя Здравствуйте С прогнозом погоды вознакомит Ксения Аванесова Во вторник синоптическая ситуация в Зауралье Обусловится тыловой частью севера Атлантического циклона С севера в регион будут прорываться разрозненные массивы снеговых облаков И более холодный воздух полярного происхождения Что вернет температурный фон в пределы климатической нормы В Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени 0,2 Местами небольшой снег В Кургане облачно с прояснениями Небольшой снег, гололедица Ветер северо-западный 4,9 м в секунду Температура воздуха Минус 4, минус 6 Днем в Кургане облачно с прояснениями Небольшой снег Ветер северо-западный 5,10 м в секунду Порывистый Температура воздуха около нуля Атмосферное давление будет расти И составит 764 мм ртутного столба 30 октября солнечная активность умеренная Геомагнитное поле неустойчивое На этом я прощаюсь с вами Всего доброго Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»